В Беларуси отмечают День знаний. Свои поздравления гражданам направил Александр Лукашенко. Глава государства пожелал всем учащимся – студентам, аспирантам, курсантам, педагогам и родителям, чтобы новый учебный год стал калейдоскопом ярких событий, был наполнен радостью и созиданием. С сегодняшнего дня белорусов ждет ряд нововведений. Так, пенсии выросли на 7%. Средняя выплата теперь составляет почти 545 рублей. По-новому начисляется и плата за жилищно-коммунальные услуги. Некоторые тарифы стали зависеть от площади квартиры. Также начали принимать заявления на оформление биометрических документов. Один из них – ID-карта с микрочипом для пользования внутри страны. По всей республике проходит Единый день безопасности. В плане тематической встречи, обучения поведению в условиях ЧС и аварий, а также первой медицинской помощи. В это же время проверяют систему оповещения через СМС-сообщения. Акция продлится по 10 сентября. В Беларуси за последние 36 месяцев количество киберпреступлений увеличилось в 10 раз. Об этом сообщили в Следственном комитете. Атаки происходят в большинстве случаев в территории Украины и России. По словам специалистов, если не повысить цифровую безопасность, то к 2025-му число жертв интернет-мошенников достигнет уровня 100 тысяч в год. При необходимости возможна одновременная вакцинация против гриппа и COVID-19 в случае отсутствия противопоказаний, сообщил Бендрав. Однако свое желание пациент должен оформить письменно. Напомним, первую дозу препарата от коронавируса получили 18% жителей Беларуси, вторую – 15%. Продолжение следует...